player gadget не пашет понятно видимо что то сейчас посмотрю ладно сразу звонить надо чего станет дошло сообщение так что все увидел что прочитал ледокол час исправит если там есть проблемы вот смотрите да во первых работает отлично этот оверлайчик победитель будет играть соколом чем хорош еще лт кроме карманного экспанда здесь конечно же центр если вы слышите стук это кот-наркоман там в коридоре просто его часа дверь закрою вот это конечно же центр по классике вообще-то карта орочи потому что фонтан наличие блэд мастера ну раньше блэйда не играли но тем не менее сейчас то вообще от отлично играешь блэйда берешь грантов с четырьмя грантами спокойно забираешь центр и никто тебе ничего не скажет потому что благодаря виндвоку ты добиваешь если что там прячешься гранты если вдруг противник начнет сражаться на фонтане с твоими грантами по умолчанию выигрывают просто потому что фонтан восстанавливает 2 процента жизни в секунду а гранты обладают самым большим запасом здоровья единственный кто нормально может конкуренцию составить орку в борьбе за фонтан это масс хантреса на лт что тоже является классикой я надеюсь что мы увидим сегодня сегодня масс хантрес спот мой например какой-нибудь или скипером так хорошо очень странная застройка сразу же мы видим у стрэнджера ну может у нее такой никнейм и поэтому застраивает абы как абы как с этого ферма безидейная 2 ферма безидейная она и не вплотную стоит к 1 то есть не против там каких-то окружений и прочего и проходы не прикрывает например там сверху чтобы не забегали просто да нашли проблему процессе решения все порядке и побежали в центр это стандартная тема кстати с не совсем стандартные на самом деле потому что по идее хуман должен бежать и по крайней мере крепить базу потом попутно делать разведку смотреть где находится противник и если он не на ближнем вот не на вот таком вот причем ближним ставить эксп то есть логика стандартного хумана следующее выходишь крепишь попутно отправляешь разведку если он не здесь то принимаешь решение в зависимости от раз и ставить на школе не ставишь и только после этого выходишь в центр крепится дальше при этом ставишь разведывательные фермы таким образом чтобы быть в курсе когда противник побежит к тебе то есть пионы и должны ходить и ставить по этой довольно большую надо сказать карте фермы разведывательные обязательно это классика видно что хуман не очень опытный прям сразу видно что не очень опытный по крайней мере на лт не играл орг тоже не особо правильно действует у него битый уже грунцер здесь есть места на ласт темп ли где можно поставить подлечиться но уже начинается ночь и вообще можно и втроем крепить представляешь блэйда крепишь сразу вот 1 гнула 2 3 4 синих начинаешь и потом двух мелких и потом уже больших добиваешь да орк тоже так себе орк тоже так себе теряет время он побежал ставить эксп не синхронно прибегает ополченцы короче это изи фраг для сокола я считаю просто что один что второй какая какое чтение игры вы посмотрите вы только посмотрите ну сделал там разведку посмотрел побежал потом сюда но ясно что-то подозрительно вообще не действует то ладно бог с ними может быть на новую графику мне лагать будет просто новой графики поэтому нет короче разогреваемся на первых матчах участников очень много 192 человека зарегалась на турнир 192 и при этом подтвердила регу огромное количество то есть обычно знаете регистрацию ну проходит где-то процентов 60 60 65 здесь из 192 подтвердили 160 с лишним явка поразительно высокая ну а какие еще планы знаете видимо когда стандартный режим работы заведений всяких там ты думаешь куда вечером сходить там факторы какие-то вмешиваются вот а тут делать нечего сидишь дома зарегался на турнир а чего могу поменяться ничего не поменялось пошел зарегался пошел поиграть скорее сюда вирус так работает между тем рабочие пали тут четыре трупа это конечно не очень хорошо с ресурсами колоссальные проблемы то есть денег ну то есть наоборот то что они на руках есть это очень плохо но зато куржает гранта да они безусловно стоят друг друга безусловно минус грант это третий архмак нет это стрэнджер из sk2 нет того зовут стрэндж а не стрэндж и стрэндж наверное играл варик но этого не знаю это странник а то странный пора уже во всех играх одевать масочки же не принесла такую маску с этими скотами но она другие не может при этом можно попробовать одеть кажется пострадает немножко диксы нормально ладно одну игру до когда это самое для вашего удовольствия до документе в маске ой хорошо нифига себе цепляется так говорит латни говорит здесь просто песня спасибо щемишкир но после 18 00 пытался купить провизию и маски но мест нет убил рыбак то рыбак убил рыбак убил потерял всего лишь 15 черных рыцарей и справились нам дали level up это было очень круто теперь его не заразите горячатик она постоянно сползает из-за того чтобы я не брит наверное его так вот разговариваю она все время с носа сползает ничего ладно всем добрый вечер друзья не болейте сегодня через кап девятый центр достается стрэнджу сейчас играет два товарища которых я особо не знаю я помню искандр 10 он кажется поле ну никнейм такой есть на сайте но насколько он хорошо играет варкрафт я к сожалению не знаю дикция пострадала после того как ты сказал одеть маску да 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 надеть точно ну не дикция но да когда еще кб я думаю что после дума то есть завтра послезавтра новый мерч гг да здесь было бы неплохо пеку нарисовать вообще если бы под под это самое подсуетились могли бы или бобра ну тут есть или котика такой такой няшный котик вот этот серенький наш так в это время пытаются архмага убить у него два кольца броня шесть плюс шесть шесть лонгбангарь что трусы на лице идет эта маска с котиками пес все ладно посмеялись и хватит трусы эх злые вы некоторые так что в это время в это время экономики как таковой нет телепорта зачем-то на экспант идет т2 нет магазин в нужном месте денег миллион телепортировался не туда ходим строем не это не тот друзья к сожалению к сожалению так не выиграть увы реально уходит видите марк мак бегает медленно с минус рабочие на экспанде 3 геннесса поезжал дальше она отдает судя по всему экспант можно в принципе без экспанда выиграть какие проблемы никто не мешает в общем-то сыграть там в т2 рифлокастеров и тем более у у хумана не так ну не сильно меньше лимит так скажем если он архмагом также будет ходить по это самое в одной пачке с сохранение боевого порядка будет очень плохо маутен кинг арканку я не вижу деньги есть арканки нет безобразие ладно следующий матч который мы посмотрим это вот победитель этого матча против сокола скорее всего это будет орг на орг на лт и вы увидите как нужно вообще ну во первых даже несмотря на то что сокол мало тренируется если любого орка старенького ну гранта не теряя на кри если любого орка старенького посадить и заставить играть на лт у него рефлексы прям он все помнит он помнит как крипится надо что проверять как подхалявить когда что делать выпадает мощные зелим маны и крест ну на фонтане можно и по сражаться между прочим нерешительный хуман идет вперед и на фонтане с орком давай-ка по сражаемся мк пустой молоток мку сразу бьют сетка и тыкают классно да и все зеленые вообще все зеленые сейчас архмага будет убивать у меня тоже телепорта нет на этом игра в общем-то и закончится линк линк уже висит ох ну главное что блейд бьет архмага это ключевое сейчас манну выпьет подлечится хотя может не будет пить минус аэм и дальше на фонтане разваливаться должно просто все кодуем съесть рефла все правильно сыха вернулся ненадолго получит третий получит второе лечение и и только надо бить всем одного то есть вот рефламе надо фокусить а орку надо не бегать вот так вот к фонтану блин орк сейчас развалится может нельзя распределять урон по разным юнитам вот то что то что хуман делает это прекрасно и минус а чуть цеху не отдал а все никак третье получить не может ну ладно не все же не все же киброкатлеты правильно ведь чего я начинаю это стараются играют как могут мк тем временем возвращается вообще молодец на самом деле стрэнджер что но не втыкал и тут старался контролить и и при этом еще заказал маутен кинга спирит линк когда пытается бегать час лечения 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 на кодо и его час убить рефла одного главное чтобы саха было рядом получить второе лечение и все но он стоит там ничего не делает ну давай родной сеточки сеточки правда маутен кинга вряд ли он окружит с одной этой сеткой так сахая останется без маны ну хотел его хексанусь на слишком далеко ошибки армию игрока атакуют ворк игнорит книжки книжка не взял игру отдал не 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 брат привет видимо у брата тоже там про ну сейчас решает ледоколыч убили убили маутен кинга кажется нейтрала убили маутен кинга но он успел добежать противоположную часть карты как собственно и rifleman бежит сюда поэтому я не с обычно не не стартуя с первых туров игровых потому что не могут пройти не запускается все еще жалобы сейчас так секундочку сокол ждет возможно возможно даже смотрит на своих противников следующих гау гау я посмотришь как футман фрэнди унижает что на футах столько экспертов там столько несбалансированных вещей очень пассивно начали играть орк решил поставить базу несмотря на серьезные преимущества по лимиту и по героям в общем то ладно несерьезные он почему-то ну он мог сделать а вот куда он деньги потратил он потратил в т3 в great на армор ну и в экспант и при этом у него еще 500 голды на руках то есть сейчас могло быть его 70 вообще 70 плюс он потратил деньги на пару свитков но тут не стоит его винить и едва и на вулочи в инвентаре блэйд похарасит спокойно тем более магическая вышка стоит очень криво но это может спровоцировать стрэнджера на на атаку он точно отменит базу вот видно что орка мысли есть какая-то он и харасит и это типа отвлекает и строит базу там старается и у него получается нужно бору был давно на руках почти косарь молоток второй а тут можно и отдаться если вот так вот подходить по одному блэйд с инвулом крит на 130 и понеслась рифлы фокусят прекрасно диспол на элементарии отличный успел убить еще одного приста и футмена неплохо для орка но опять же у него на руках 1000 голды сейчас он заказывает боевые барабаны орков куда деньги дел а нычку опять поставил видимо заказал нет отменил и ну тысячи сто на руках ну как так то арбабло еду о уже нет денег шкатулка что ли куда-то он до шкатулки видимо о вы посмотрите как соколик этого орка шатнет ну то есть в этой игре скорее всего победит орк и потом будет лт эта игра defend of the ancient вообще тут некого защищать дерево нет трона тоже рейды дота поддержал а ради дота 10 головок чеснока и сообщает от просмотра таких игр напрягаюсь по хлеще чем на голд финале так и скрючивает в напряжении и ожидании правильных клипков п . с сам играю не лучше дачу для серебра спасибо большое спасибо за что поддержал вообще да наверное надо быть мы 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 испорчены в хорошими ну типа в сверх высоким уровнем игры и из-за этого уксотела то это переделаны здесь островов нет можно вот вброд пойти и на старый остров под баланс или да и таверн добавили на ltr тоже немаловажно это одна из особенностей было что нлт нет таверны потому что карта такая из рока нам досталось но потом тфт что версию сделали 100 верный на она вообще не прижилась она была довольно плохо продумано с точки зрения нейтралов по крайней мере ну и плюс там оставался фонтан если правильно помню и ну и это с это был дисбаланс потому что сбалансировать фонтаны жизни крайне сложно учитывая их базовый принцип работы почему чеснокам бенный курс туалетной бумаги не знаю сколько он стоит кстати орк поставил базу спокойно стоит ждет у него опять косарь на руках при этом нет леса он делает первого то у рену взял шедера чтобы решить проблему с лесом и они очень пассивно играют прям очень пассивно там лс на экспак дропался 20 секунд безумия да это было и в руки и в тфт там одинаковые предметы были на на нейтралах здесь был очень сильный рандом особенно в зеркалках типа альянсовских каких-нибудь все делают одинаково там особо не ошибиться одному падает другому не падает и все опять строим ходит стрейнджер надо ему посоветовать как какие кнопки жать чтобы у него скорость перемещения заметно увеличилась так просто героя можно отдать начнешь отступать а у тебя рахмак передвигается со скоростью самого медленного юнита и ладно если это будет футмен или райфлмэн еще не самый медленный будет там какой-нибудь танчик или мортирка все дарит так не так есть так и есть мы смотрим как они воюют против против нейтралов по сути но время работает на урка безусловно эксп есть сейчас просветили экспант кстати как там кристалл болт что ли выпал до выпал кристалл болт орка очень хороший микс смотрите есть и таурен земля есть одна виверна которые против которой тоже нужно контуру какую-то делать берсеркеры спирит линк даже резурект на то уренов есть и также у нее на руках те же самые 1100 золото на 70 лимита беда беда ламакс привет и вот удивительно но у хомана такой же такой же лимит как у орка все допускаю что есть там касс лыщу не там косла не лужах ты закончилась нифига себе как вы как вы играете то время пролетело незаметно он спрятал хавков справа ясненько как раз против не знаю виверна или таурена нужно срочно делать баток иначе никак идет вода корк еще не знаю что его ждет переводит рабочих очень грамотная база вот это вот только рабочие немножко выдают с потрохами местоположение базы и все нормально чек чек т3 орка в ст3 т2 хомана классно да ничего страшного какая разница то есть вот все есть виверна с ядом т3 контрится в ноль определенным юнитом тебя есть не знаю какой-нибудь spirit link который диспелится или bloodlust например тебя был бы со стаффами тоже диспелится то есть играть то можно понятное дело что например с тауренами сложновато будет справиться но все равно можно таурены это клэп молоток какой-нибудь кайт слов ой а где у нас кастер-то вообще у нас вообще нет кастер опасно друзья опасно телепорт пошел пошел телепорт быстро телепортируется назад stranger падает сверху орг и падает rifle один поливерайс дикий 52 лимита у стрэнджи против 82 из искандера игра поехала в лейт я не ожидал такого начала если честно сиха у которого 600 маны дорог должен выигрывать но должен выигрывать что хавки прячь их не прячь они не но они не наносит урона на нормального если там были хавки грифоны типа убили верно потом грифончиками тык-тык-тык там все равно берсерки или есть сетка опять же blade с арбой который беда все игры был один нормально к утру доиграем грид гравди я уверен что не будет не он не забыл о хавках он не хочет их палить что-то не нравится мне ладно поехали атака на базу и в это время диверсия ребят вот она вот она диверсия ради чего создавалась все орк обескуражен что же делать и он кажется одним боровым будет отбиваться не не будет орк реально не понял что произошло давайте снова мочить его базу я не понял почему он так удивился ну прилетели прилетели на минус база на минус база залетая убивая его и все там шесть трифлов с 3 с тремя алемами чё бояться о батки а блэй 220 пошел отбиваться вот блэй пожалуйста тоже и тут врыв без блэй да можно отхватить особенно если вот эти вот будут атаковать ферму нет не 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 ну справиться справиться сейчас дисплей телема телепорт неожиданно сюда же а куда же оооо вон он маг вон он маг вон он вон блэй 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 пробегай пробегай пробежал убил мага минус маг а может по резурект им там там нас кастеры вроде полегли раз-два или это рейдер 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 грант да все таки одерживает победу орк он не сдается хавками летает мк последний крит на 240 армию игрока атакую резурект 1 резурект 2 а извините так подождите я хочу посмотреть сокол вообще увидит эту игру нет нет он смотрит другую ох его ждет конечно очень интересный сюрприз окей не мы так флубе играли тоже да о батки летают орка по-прежнему косарь на руках он сразу заказал там три грейда на всякий случай третий грейд на атаку милишным там 2 рейнджовые шипы не знаю против хавков наверно шипы стрэнджер не сдается он отстраивается у него есть план у него есть план к сожалению для его реализации нужно построить энное количество ферм он уверенно идет к своей цели так хорошо а здесь хавки смотрим на бэтрайдеров блайт начинает атаковать зря только внимание привлек можно было взорвать не привлекая внимание сейчас может быть даже и а ну ну я бы вышел и на самом деле если меня сюда посадить то я бы не выиграл орка все равно хотя хотя не вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли ну чё там 66 извините герои все закуплено двойное развитие создам встречаемся через 25 минут центре 10 минут не нападаем короче 10 минут не нападаем опять атака но крит на 208 вот это было больно 1800 голды орка он не делает разведку он не знает что происходит на карте похоже пацаны просто рофлят то есть они как будто эти как будто оба слушают стрим и ну как будто специально усугубляет ситуацию как будто все специально делают какая же стратежная землянка надо такую построить рядом с гоблинской лаборатории класс свети вспомни куда бежали рабочие центре карты убегали от себя тут пошел tower defense фермы что-то строит что-то не достроил эти такой ну так с характером игрок так пошел он пошел свет он светит по центру тогда что ты светишь господи нет нет он просветил остров просветил вот это вот по центру как будто смайлик рисовал вот такой жжух ну мало ли здесь что-нибудь по дороге бы построили осваивают бюджет да 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 и кажется blade что-то замышляет что-то понимает чё не выходишь чё не выходишь сейчас он офигеет просто того что видит тут все уже новая база опа что такое все новый город сейчас еще blade зажми минус вся маны не выпусти его не выпусти не выпусти но давай 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 хорошо всем вышка правда ну и тут заблочил О, поражены ваши неудачи Господи, на вышках магических Все шансы Не, я мог бы выиграть из такой ситуации Орг тоже хорош Блин, сколько эмоций, а Все, вышку поставил, тут же загрейдил Дозорная, между прочим Все, сидим, развиваемся. У нас еще 7000. На 7000 мы можем лимит построить. Топ игра. Это лучшая игра турнира. Самая запоминающаяся будет. Убивает грантов. У него 2500 на руках. А кого ты хочешь построить? Вот не грантов, а кого? Может быть борусы или мид 100? Может это для повышения боевого духа Орды? Были казнены самые слабые воины. Берсеркеры и виверны. Да, мы строят. Хорошо. Ну да, на месте орка сейчас бы как раз вот. Построить миллион людей, которые не убивают то, что здесь. Ну вот как ты вивернами и хедхантерами это пробиваться будешь? Пока будешь пробиваться через ферму, через вышки, сзади стрелять-то будут люди. А, тут по-прежнему Т1, кстати. Рифлы 0-0. Как? Так, аккуратно. Диспл, диспл пошел. А, там СХ 6-ой уже. Ё-моё. Ну только из-за ультимейта сейчас выиграет Орк. Дисбаланс. Батки не сдаются. Они подлетают, получают и отступают. У меня там 5500 где-то осталось. 6600. Ну все ждут Блэйдая. Все ждут, когда он расскажет, как он отдался на трех вышках, двух рифлах и двух футах. Как он, шестой мастер клинка, дай-сэ, отдался на мертвом хумане. Потому что ты же не скажешь, что там рабочий ферму достроил. И как бы сам того не желая заблочил путь. Но ты этого не понял, потому что... Короче, нельзя признаваться. Бо 7. Да, они играют... Нет, сейчас Бо 5 они играют. Это первая карта. Победитель будет играть с Соколом. Ну отрадно, что самые разные игроки принимают участие на турнире. Ну Флэймс... Ну это Блэйд Сторм. Не здесь, ну забеги внутрь. Ну, ладно, можно и так. Ой, две вышки, фермы. И ульта пошла, ульта пошла. Оооо... Это прорыв, ребята, это прорыв. Где MK с молотком, когда он так нужен? Ну прицельце, ну выкинь молоток в него. Он такой так долго целится. MK хорош. Ооо, спас. Видели, как спас? Спиритлингом. короче орк прорвался все-таки это славная битва была странно что у хумана хуман не пытается спасти рабочего можно было попробовать развиться это так смешно он реально хочет еще одну базу поставить другой части карты и развиться да у него 8 рабов и три боевого лимита но у него есть деньги и есть план так здесь заняты надо еще найти место где не закреплено так подождите по сути остался только осталось два человека один работяга пилит лес другой ищет место для постройки экспанда орка четыре с половиной тысячи золота здесь тоже занят блин что же делать то что же делать я могу не успеть дойти до шахты куда-куда нацелен хотя успеем вообще какие проблемы главное это целеустремленность шла уже почти 40 минуты игры на тебя тварь умри и животное я бы также сделал 5 5 5 5 сейчас построим мэйн потом все фермы отстрою опять алтарь два героя вышки рифлов еще сделаю на дачу и пошла база все отлично мы живем все в порядке время танишь суши танишь время говорит искандер 10 как промахнуться я и а я не знаю разный ряд разные места а может это был не промах третий герой выходит урина тяжелая артиллерия пошла blade 8 с половиной саха почти седьмой и первый то время такой выходит что происходит вот чтобы объяснить то время что произошло за эти 40 минут понадобится очень много времени и понадобится много времени объяснить зачем он здесь потому что абсолютно бессмысленно что нужно орку ну воздух и по карте посмотреть где там где там хуман который уже был замечен в ниндзя экспанте вспомнить про землянку вспомнить про то что тебя 4 косаря просветить яс на корню на корню контрит а улыбается орг что же делать пион о все нас раз нас раскрыли надо бежать турин естественно там ввязался в перебранку там с этим с сограми так а мы пойдем на север мы пойдем так еще один мейн рабочего нет куда 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 он ушел следы ведут на север отца спалила его тоже какой прекрасный игрок стрэнджер какой просто прекрасный свет о блэд моста винвок рубай и за пионом побежал а винвок врубил чтобы ну зря вы смеетесь возможно человек хотел подчеркивание трамбе поддержал ваш канал на 10 рулонов туалетной бумаги и сообщает мой король орки взяли ос гелиат и хильмовый пач какие будут приказания бегите глупцы так я заходил посмотреть там какой-нибудь стандарт а посмотрели мы невероятную игру а